Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Прозвучали для вас неожиданностью слова министра культуры, который сам собирается рубить сук, на котором сидит российское творческое образование. Конечно, мархи, да и некоторые из других вузов занимают вполне престижные места в столице, и дома у них красивые, старинные, и поэтому тут аппетиты. У тех господ из всяких банков и прочих структур, у которых есть доступ к уху власти, весьма, в общем, соблазнительные объекты, поэтому почему бы их несколько не подвинуть, может быть, не место им в центре столицы. Ну, и смархи многие десятилетия, в частности, происходили подобного рода. Ну, вот так. Ну, не то, что перетурбации, но разговоры. Вот сокращение, сокращение площадей и по Рождественке, он же вуз был в разных, то в Рождественском монастыре, то там еще в других местах. И вот все это сокращалось, сокращалось, и для того, чтобы не прекратить учебный процесс, столь нужный такому замечательному вузу, пришлось руководству пойти на то, чтобы надстроить этот замечательный, старинный памятник архитектуры, сделать то, что называется мансарда. И, ну, мы, специалисты, понимая, что это не совсем правильно, тем не менее, понимая то, что это мархи и как нужно, ну, вот, нормальные условия работы для творческих людей, мы предпочли закрыть на это глаза. Ну, надо, ну, нельзя же, чтобы из-за таких, ну, вот, превходящих обстоятельств был ущерб учебному процессу, и который так-то тяжело существует, ну, в частности мархи. А в целом, если можно, ну, вот, если попытаться объяснить, откуда такое, ну, такое проявление, ну, недружелюбия, не будем называть агрессией, но в отношении именно творческих вузов, то объяснение очень простое. Ведь творческие вузы выпускают людей с счастливой судьбой, людей творческих профессий, которым чиновники абсолютно не нужны, и вся эта структура государственная абсолютно чужда. Ведь художник, чем он отличается от обычного человека? Тем, что ему никто не указ, ему, он сам себе судья, и он в любую секунду, как вот у него, то, что называется, вдохновением, он ныряет, как со скалы, вот, в мир своих, своих инструментов. Красок, линий, композиций, фактур и так далее. Как вот музыкант в мире музыки погружается, погружается и живёт там. Это его мир. И все эти начальники, все эти там чиновники, все эти там какие-то дела, это его абсолютно не интересует. Он в своём мире. А государству, разве такой персонаж нужен? Государству нужны солдаты, нужны защитники, ну, вроде Никита Сергеевича Михалкова, который это государство облизывает, обслуживает, который без конца только и занимается тем, что, ну, вот, доносят до паства. Вот, вот, прекрасную мысль о том, что власть, она от Бога, и надо почитать её. Надо ей абсолютно принимать, как она есть, от Бога, потому что. И то же самое и патриархат московский. Отсюда у господина Михалкова бесконечные преференции от этой власти. А творческим боссам зачем? Они рождают каких-то странных, иногда лохматых, ну, каких-то, в общем, нерегулярных людей. Людей со свободной судьбой. Со счастливой судьбой. Потому что им вся эта надстройка абсолютно не нужна. Ну, а вот конфликт такой. Ну, а что ж тогда государство из своего бюджета? Ну, мы не будем говорить, что это на самом деле наш бюджет. А государство, это все чиновники, это обслуживающий нас персонал, налогоплательщиков. Ну, наподобие официантов или там таксистов, например. Что они живут, там, депутаты, все эти прекрасные министры, они живут за наш счёт. Вот, ну, это кто же об этом помнит? Ну, живут и живут там. Вот вроде от бога же это всё устройство. Вот такой конфликт, такой, можно сказать, клинч. Отсюда и такое отношение. Какие-то там литераторы. А что это литераторам надо какие-то привилегии? На Тверском бульваре сидит там чего-то такое. Какие-то там свободные, вольные профессора, вроде Чудаковы там и других очень таких вольных, независимых людей. Ну, как бы чего не вышло, это не стоит, может быть. Надо немножечко приструнить, надо, чтобы орден был. Ну, вот так. Так что тут государство и творческие силы, которые есть в обществе, это, ну, как бы разные миры. Отсюда государство и пытается это всё ввести в некую табличку, в некий вот такой порядок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok